Слава Богу, это всё записывается. Ты серьёзно? Да. О, ебать, как красивый. Прошли тупо одинаково, блин. С одинаковыми все трубой, блядь. Не-не-не, только не приливай на ясти, пожалуйста. Реально, ты пиздец. Нормальный, гашишь. Не, ребят, что, серьёзно, что ли? Я пошёл, примерно. Я пошёл лягать тогда. Там близь ещё видосы, когда списывают. Не-е-е. Да. Вы уже не разговариваете, да? Не-е. Всё, спасибо большое, а то мне очень жарко, я реально умираю. Да. Просто овощебаза не дом, а овощебаза, реально. Не, ну я ждал пиццы, типа, я изначально не ждал, что пиццы не топят. Не-не-не-не. Блядь. Всем привет, с вами с вами я, Лиза. Не-не-не-не-не, бро. Не-е-е. Всем привет, с вами с вами я, Лиза. И... Всем привет, с вами с вами я, Лиза. И если вы будете слышать голоса на заднем фоне, знайте, это эшелонггейн. Си-а-ха-ха. Время 11.12. Я не спала всю ночь, но я решила, что пора снять вам видео. Сегодня я расскажу вам о ништячках. Что такое ништяки? Это, короче, всякие свечки, антисептики, гели для душа и так далее, про которые вы постоянно меня спрашивали. Поехали. Бери, кой, выгашившись. Это просто реально, ну, флекс в квартире происходит, он не заканчивается, я не понимаю, что-то. Чтобы вы понимали, почему я не снимала видео, сколько, 10 дней не было видео или даже недели две, потому что у меня реально, ну, нескончаемый флекс какой-то. Нарезка из эшелонгейн. Начнем с геля для душа. Вот это вот, пинг-кашемир. Пахнет, я не знаю, как пахнет кашемир, честно говоря, я вообще не знаю, что это такое. Че, это ткань? Или что это? Понюхай, чем пахнет. Не, слушай, че за знакомое, знакомое? Кашемир, да? А по мне таки мыло. А, это мыло? Это и есть мыло, бро. А-а-а-а. Бро, выгар. Так вот, продолжим. Не зацикливайтесь. Кашемир или кашемир? Гашемир. Ну, короче, достаточно приятный запах, аромат, точнее, извиняюсь. А следующее, это тоже, по-моему, гель для душа. И тут уже более понятно написано, как он... Coconut Oil. Кокосовое масло. Сейчас я вам скажу, точно ли это пахнет кокосовым маслом. Я просто, ну, знаете, каждый день нюхаю кокосовое масло, это прям вот для меня как рутина, как сишку покурить. Типа, встала, понюхала кокосовое масло. Поэтому я точно различу, оно это или нет. Конечно, да. Следующее, что у меня тут есть, это, короче, два антисептика для рук. I'm a unicorn. Я не знаю, что это за запах. Запах единорога. А, so very sweet. Значит, короче, ягодами и чем-то очень сладким. Давайте это проверим. По голове себе постучи! А, есть сминт. Конфетки такие беленькие, знаете, треугольные. Скажи прям точь-в-точь, как сминт. А второй, очевидно, пахнет персиком, потому что написано pitch, ну, для даунов. Раньше, я помню, где-то в 2015 году, когда я еще сама покупала все, у них была похожая коллекция, выглядели они просто по-другому, но аромат очень похож. Они у меня истратились буквально за, не знаю, месяца три. Badbag. Мыло для рук. Вот чтобы вы понимали, что я вам не вру, 100%. Я всегда говорю правду. Look at this. Это, короче, тоже мыло. Это очень удобная хрень, потому что обычное мыло, не знаю, оно как-то сушит руки, а это надавливаете, да, на дозатор, и у вас распределяется он по рукам, как пена. Тупо пена. Мне прислали точно такой же мыло, только с запахом папайи и мяты. Вот это вообще, ребят. Оно, знаешь, оно... Сейчас я с тобой это разговариваю, я же с вами разговариваю. Это пахнет четко грейпфрутом. Я просто, опять же, не знаю, как пахнет папайя. Я живу в Балашихе, откуда мне знать, как пахнет папайя. Оно тут точно запах цитруса, и это очень вкусно пахнет. Да, я дергался от слова. С кем ты разговариваешь? Скоро всем. Ну, по-моему, самое время. Может, сейчас поговорим? Давайте еще не обсудим, футбол, например. Как вам новость, что Ронал Буби Виндус пришел? По-моему, жестко. Хорвать тебя выиграл. Но, я думаю, тебе все равно красавчик. Просто смола в пидар... Смола в пидар еще там, да. Следующее, что я вам покажу, это спрей для тела. Опять же, чтобы вы не думали, что я вам врую, что все это просто пустые слова и реклама, смотрите. То, что такая же штука, у меня стоит уже полгода. Ну, смотрите, если вы знаете французский... Фран... Вра... Ган... Цитрисо... Цитрусовая роза! Медленно и плавно подошли к моему самому любимому. Это свечки. Это, собственно, то, на что я тратила свои 10-15 тысяч рублей два года назад. И у меня ни одна еще не закончилась, то есть... Understand? Первая пахнет... Должна пахнуть арбузным лимонадом. Сейчас мы проверим. Ну да, это пахнет арбузом, причем... Вот так вот, вот так. Вот, вот так пахнет. У следующей свечки другая форма, потому что раньше они все были огромные. Это плоская. Написано, что она пахнет сакурой. Ну, вроде это сакура, да, или это вишня. Хотя стоп, сакура это же и есть японская вишня, да. Ну, опять же, как я вам уже сказала, я живу в Балашихе. Вряд ли когда-либо узнаю, что такое запах сакуры. Помогите. Чем пахнет? Эксперты, что скажете? Ой, ваниль. Молочный ваниль. Молочный ваниль. Молочный ваниль? Пломбир какой-то. Пломбир? Да. Пломбир. Чтоб вы понимали мою любовь к свечам. Из Бахом Боди Боркс. Смотрите. Ну, блядь. Следующие... Бомба. Следующая, это бомба для ванны. Написано... Это типа просто частица бомбы или что-то такое? Ага. Да? Ага. Я могу предположить, что, видимо, вот этот крем тоже пахнет пионами. Смотри, я читаю! А на каком ты языке можно? Вопрос. Пионы. Итак, последнее, что я вам сегодня покажу. Слава богу, надеюсь, что вы очень рады, что это все заканчивается. Это, походу, просто пак для чего-то. Что-то туда надо складывать, походу. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Пожалуйста, поставьте ему палец вверх. Оно было максимально бессмысленное. Моя речь была максимально несвязанная, потому что мне очень тяжело говорить. Я не спала всю ночь. Я очень надеюсь, что скоро я вклинюсь в свой привычный образ жизни, потому что с этими всеми переездами... Да, всему виной переезда, на самом деле. Выбилась из графика съемки видео, поэтому я очень сильно извиняюсь перед вами. Мне стыдно, реально, прям вот дикий стыд я испытываю. Скам. Да ебать, я почему-то сейчас припошу за ввести. Я вам обязательно оставлю ссылку на Bath & Body Works. Посмотрите, там у них просто огромное количество всяких свечек, гели для души и так далее. И, по-моему, у них есть даже доставка на дом. Так что вообще не парьтесь, даже если вы живете в Балашихе. Всем пока! Продолжение следует...